Курс наш посвящен функциональному программированию и сначала мы будем изучать не заявленную тему здесь ламбда и исчисления, а сначала немножко поговорим, что такое функциональное программирование и чем оно отличается от традиционного императивного программирования. Ну вот, собственно, общий план лекции перед вами. Второй, третий, четвертый пункт посвящены уже некоторой теории содержательной, но сначала поговорим про то, как функциональное программирование, чем оно отличается от императивного программирования. Ну, значит, давайте обсудим сначала то императивное программирование, с которым мы с вами, очевидно, уже имели дело и, в общем, более-менее подозреваю, вы умеете программировать. Значит, какая модель вычислений в императивном программировании? Мы взаимодействуем с некоторым вычислителем, мы этому вычислителю отправляем некоторые инструкции, и эти инструкции изменяют состояние этого вычислителя. То есть процесс вычисления организован именно на языке некоторых инструкций над внешним вычислителем, которые эти инструкции... Ну, он либо понимает, если мы правильную инструкцию послали, либо не понимает. Значит, состояние тоже является таким ключевым моментом в понимании императивного программирования. Ну, вот есть такая одна из самых основных инструкций в оперативных языках, а это инструкция присваивания. Мы берем некоторую переменную и присваиваем, ну, букву kv value, и присваиваем некоторое значение, ну, или некоторое выражение, подразумевает, что это выражение будет вычислено, как бы что-то туда запишется. Что еще у нас есть? Какие инструкции еще у нас есть? Есть инструкции, которые позволяют разветвлять выполнение условной инструкции. Это операторы, и в switch, ну, там еще всякие такого рода разветвители нашего потока инструкций. Есть третий механизм так называемого условного исполнения, то есть некоторые инструкции выполняются, когда... Да, что-то я про это уже говорил, да, конечно, да, есть механизм цикла, следующая идея. Когда некоторый набор инструкций, он повторяется какое-то количество раз. Ну, либо у нас счетчик целый, это инструкция for, либо каждый раз происходит проверка некоторого условия. То есть в процессе исполнения тела этого цикла у нас, как бы, что-то меняется, опять же, состояние, и мы контролируем, контролируем выход цикла с помощью вот такого рода механизмов. И самая такая, в общем, основная идея императивного программирования она заключается в том, что инструкции исполняются последовательно. То есть у нас есть первая инструкция, вторая, третья, и вот, как бы, мы, когда пишем программу, мы держим в голове довольно много. Чем длиннее программа, тем больше мы в голове держим. У нас есть какие-то перемены, у них записаны какие-то значения, инструкции меняют значение этих переменных. мы постоянно для того, чтобы дальше правильно двигаться, должны в голове иметь некоторую такую вот модель исполнения. Ну и во время исполнения это то же самое, как происходит. Вот это такой классический стиль, к которому вы привыкли. Большинство языков программирования, с которыми вы работали, они именно в рамках вот этой парадигмы и работают. Функциональное программирование, вообще говоря, чистое функциональное программирование. Да. Вот, да, пример еще. На следующем слайде. Ну, как бы, такой примерчик нам нужно написать, описать скалярное произведение двухомерных векторов, ну, которые заданы с помощью какого-то типа данных, неважно, вот там вот есть индексирование. Ну, вот классическая программа, чего мы делаем. Мы сначала формируем некоторое состояние res, инициализируем его значением 0. Ну, очевидно, это какое-то значение, куда будет записан результат наших вычислений. Дальше запускаем цикл. Пока, значит, мы не пробегаем до некоторого значения n, которое у нас маркирует, очевидно. Ну, n это n-мерный вектор, значит, длина вектора такое. Вот мы берем и в цикле что делаем? Мы перемножаем соответствующие элементы двух этих векторов. Ну, вектора – это математическое понятие. Понятно, что это может быть в виде массива представлено, длина n. Мы перемножаем элементы с соответствующим индексом и увеличиваем значение переменной res, читаем старое значение переменной res, прибавляем в произведение и записываем обратно в переменную res. Вот такой вот цикл. То есть мы видим, что в голове мы держим некоторые состояния, там, res, i, они у нас по ходу программы меняются. Вот здесь есть цикл, вот, в общем, на фон Неймановском языке у нас таким образом происходит операция умножения. Ну, значит, что абстрактно, как можно все представить это? Ну, вот вывод мы забываем, конечно. Программа выглядит следующим образом. Есть некоторое начальное состояние. Мы переходим в первое, второе и так далее. Состояние с помощью каких-то инструкций. Вот наша программа развивается, 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 доходит до некоторого конечного состояния в результате исполнения этих последовательных инструкций. И конечное состояние мы оттуда считываем из каких-то переменных результат выполнения этой программы. Ну, наконец-то мы переходим к нашей теме. Что же такое функциональный подход к программированию? Функциональная программа представляет собой некоторое выражение. А исполнение функциональной программы – это просто вычисление этого выражения, то есть некоторая редукция. Ну, как это устроено, пока не знаю, функционального программирования нам сложно понять. Ну, может, кто-то знает. Ну, в общем, самое простое, что я могу написать на доске – это вот, ну, какое бы выражение можно написать. 2 плюс 3 умножить на 4. Вот это некоторое выражение. И вычисление этого выражения, посмотрите, у нас нет никакого вычислителя, никаких состояний. Мы просто понимаем, что нужно сделать. 3 на 4 умножить 12 сначала. Ну, у нас есть приоритет оператора. И дальше опять продолжаем редукцию. Что нужно? 2 прибавить 12, получить 14. Вот, собственно, работа с выражениями, она выглядит так. Все, что нам надо, у нас как бы здесь присутствует. Ну, правда, мы как-то, естественно, каким-то образом мы должны уметь складывать и умножать. Ну, вот это некоторый такой пример, который на самом деле ничего особо нам не раскрывает пока. Но, тем не менее, намекает, что у нас никаких инструкций нет. Ну, поскольку у нас нет ни инструкций, ни состояния, у нас очень много чего нет. У нас нет, например, классических изменяемых перемен. То есть мы будем без них программировать. Нет никаких присваиваний. Нет никаких циклов, потому что у нас здесь различия между… У нас нет развития во времени никакого. Ну, а вот здесь вот есть редукция. Ну, когда мы пишем программу, мы должны думать немножко в других терминах. Ну, и, наконец, не важна последовательность. Что вместо этого есть? Какие у нас есть инструменты для описания? Ну, инструменты такие, как бы, в общем, пока не очень понятные. Ну, нет, то есть понятные, непонятные как без всего того, что сверху написано программировать. Это рекурсия, и у нас будут еще функции высших порядков, так называемые. Вот это то, чего есть у нас. Ну, давайте посмотрим. Например, вот на Хаскеле написано в таком очень экзотическом стиле, специально я вас подпугать решил. Написана некоторая функция, которая определяет оскалярное произведение. Ну, вот если вы поглядите на эту штуку, то вы увидите, что совершенно по-другому. То есть написано некоторое выражение. Зазипуй с помощью оператора умножения, а потом результат еще просуммируй, еще точечки, которые означают оператор композиции. Вот такая вот штука. Если ей передать два аргумента, ну, здесь вот некоторые редукции на Хаскеле написаны, то дальше вычислитель будет просто преобразовывать получившееся выражение, ну, вот до тех пор, пока отчет не посчитает. То есть вот так выглядит, выглядит программа на функциональном языке. И процесс выполнения этой программы, это процесс просто вычисления некоторого выражения. В выражении есть все. Единственное, что нам нужно, это, естественно, снабдить это выражение парочкой аргументов. То есть имеется в виду, что скалерное произведение, мы должны передать туда два контейнера каких-то, и дальше с этими контейнерами работать определенным образом. Ну вот, значит, в чем преимущество такого подхода работы на изображении? Мы гораздо более точно можем описать семантику вычислительного процесса. На самом деле изменяемое состояние, это довольно плохая вещь, с точки зрения описания того, как у нас, в чем смысл нашей программы. То есть нам очень тяжело, написав на императивном языке процедуру сортировки, еще сказать компьютеру, что в результате должна получиться отсортированная, отсортированный контейнер. Вот на функциональном языке гораздо проще компьютеру отследить, отследить семантику, гораздо проще написать формальную семантику для этого языка. Второе, в чем преимущество функционального программирования, это большая свобода при исполнении. В императивном языке мы жестко задаем последовательность исполнения, а в функциональном языке мы можем, вычисляя выражения, вычислять при этом какие-то подворожения этого выражения, отдельно. Ну, если подворожения независимы, то мы можем их легко распараллелить. Ну, вот в этом смысле у FP и функционального программирования есть преимущества. Ну, еще ряд преимуществ, которые я уже так расписывать не буду, потом увидите. Это большая выразительность, ну, это такое, скорее, формально трудно описываемое понятие. Лучшие параметризации и модульность, вот это вот легко формально будет описать. В ленивом функциональном языке, в таком как Хаскеле, мы можем работать, легко работать с бесконечными объектами, определили некоторую бесконечную структуру, например, бесконечный список единиц или бесконечный список натуральных чисел. И дальше мы можем удобно с такими конструкциями работать. Ну, теперь поговорим про недостатки функционального программирования. Недостаток номер один, это, конечно, заключается в том, что поскольку у нас нет изменяемых состояний, то вот вещи, связанные с вводом-выводом, они требуют некоторых специальных ухищрений, и мы в свое время про них поговорим, пока мы про них забываем. Ну, и еще одна проблема, которая, правда, в последнее время уже не является особой проблемой, это быстродействие. Дело в том, что вот та фон Нейманская архитектура императивных программ, которую я вам описывал раньше, фактически это архитектура того, физическая архитектура того компьютера, с которым мы работаем. А функциональные программы, они, поскольку их выполнение построено на редукции некоторых выражений, то для них, в общем, мы должны написать некоторые прослойки, прослойку. И из-за этого могут возникать некоторые проблемы с быстродействием. Ну, правда, в современном массовом программировании такая прослойка все равно существует. Это где-то 70-е годы прошлого века все фактически так транслировалось напрямую в инструкции процессора. А в современном мире, естественно, что во всех языках, там и в джаве, и в C-шарпе, ну, говоря про современные императивные языки, исполнение все равно происходит в некоторой виртуальной машине. Ну, вот в Хаскеле у нас тоже будет какая-то что-то типа виртуальной машины, некоторые исполнители, которые, в общем, в промежуточном, не на прямую инструкцию процессора берутся, а в промежуточную модель, а в некоторую дополнительную косвенность будет создавать. Ну, ладно. Значит, еще одно важное важное понятие, которое я сейчас хочу ввести, прежде чем переходить уже к следующей части, это понятие это понятие частоты. Вот давайте посмотрим на императивный код, который у нас есть. Ну, здесь что-то на языке C написано, я надеюсь, что все C умеют читать. У нас плохая программа, плохо архитектурно сделанная, но она просто иллюстрирует нам некоторую одну довольно полезную для иллюстрации моих идей идею. Значит, есть некоторая глобальная переменная, flag. Это как раз рассказ о том, что глобальные переменные это очень плохо. Есть некоторая глобальная переменная, которая зовется flag. Есть две функции. Ну, функция, которая, собственно, проверяется, функция f, которая что-то делает, и функция test. Функция test делает следующее. Она инициализирует значение флага нам, и после этого вызывает функцию f четыре раза. Сначала она вызывает функцию, ну, там принт есть, ну, собственно, вызывая функцию, вот здесь вот, ближе к концу находится, вызывается функция f на единичке и функция f на двойке. Сначала f на единичке, f на двойке вызывается, потом f на двойке вызывается, и потом f на единичке вызывается. И результаты вызовов складываются. Ну, понятно, что функция f это функция из int в int, а вот так происходит тестирование. Теперь давайте посмотрим на то, как функция f устроена. Значит, как я уже сказал, она принимает значение типа int и возвращает целое число. Ну, она делает следующее. мы берем некоторое возвращаемое значение redval инициализировать, ну, объявляем переменную redval. Дальше, если флаг включен, тогда возвращаемое значение умножаем на 2, а в противном случае не умножаем на 2 возвращаемое значение. И дальше возвращаем эту самую переменную redval, но перед этим еще переключаем значение флага. То есть наша функция, она выполняет некоторые вычисления, зависящие от значения флага. И помимо этого, она еще этот boolev flag переключает в противоположное состояние. Ну, вот теперь вопрос, какой будет вывод у функции тест. Ну, там будет... А, ну да, вы уже просуммировали. Ну, вот смотрите, что получилось. Ну, там сначала печатается строчка. Итак, значение функции от единицы плюс значение функции от двойки возвращает нам значение 4. Значение функции от двойки, сложенное со значением функции от единицы, возвращает нам пятерку. Ну, видим, что получается так, что сложение у нас не коммутативно. Хотя, это, конечно, неправда. То есть, когда у нас есть функция F вот такого вот вида, мы не можем полагаться ни на какие свойства оператора сложения. Вот это вот то, что очень плохо в императивном программировании. Как только мы разрешаем функциям обращаться неявным образом к какому-то глобальному состоянию, так мы теряем вообще все любые инварианты. Вот это как раз та самая, вроде бы, ну, вычислили и вычислили какие-то значения. Но дальше мы потеряли в общем тот инвариант, который как бы вообще говоря должен поддерживаться. Вот про императивные программы довольно трудно рассуждать, если функцию нас ведут таким образом. Такие функции плохие. Они не являются чистыми в математическом смысле. Чистая функция это функция, результат которой зависит только от ее аргументов и ни от чего больше. Вот эта функция, она не чистая. И еще говорят про такие функции, что нарушается ссылочная прозрачность, reference transparency. Ну, это так, к слову. Значит, результат функции F зависит не только от своих аргументов, но еще от каких-то внешних неявно существующих параметров. И вот то, что произошло здесь, это некоторый побочный эффект. Наша функция, во-первых, зависит от побочного эффекта, и во-вторых, сама по себе вызывает этот самый побочный эффект. Помните, она исчитывала значение флага, то есть от внешнего мира, но она и меняла этот самый внешний мир неявным образом, не через свои параметры. Вот в чистом функциональном программировании, которым мы будем обсуждать, такого рода функции не используются. То есть функции по умолчанию они все являются чистыми. Ну, для того, чтобы все-таки обеспечить возможность нечистые функции нам нужны, вот, например, функции getchar, которая ввод клавиатуры в любом языке описывает, как она устроена. Она вообще ничего не принимает, а возвращает какой-то чар, который вывели из клавиатуры. Значит, она нечистая, она взаимодействует с внешним миром. Ну, вот, в Хаскеле у нас есть некоторое гетто гетто ИО, так называемое, в которое все такие нечистые функции отправлены. То есть у нее в типе будет сидеть вот этот вот маркер ИО, который говорит, что это нечистая функция, что у нее более сложная семантика. Если мы уже заразили некоторую функцию этим ИО, то все, из ИО вытащить ничего нельзя. Ну, кроме специальных моментов, мы, когда будем говорить про монады, поговорим, как все это организовывают. Ну, в других функциональных языках, которые, в общем, более традиционные, в них они допустимы, но их использование не очень рекомендуется нечистых функций, ну, в общем, они там тоже метятся разными специальными способами. Ну, вот, собственно, я вам рассказал некоторую вводную часть о том, как у нас связан один стиль программирования с другим. Теперь мы переходим к лямбдо исчислению. Лямбдо исчисления это некоторая такая основа, на котором строится все функциональное программирование. Можно, конечно, строить немножко по-другому, то есть нельзя сказать, что без лямбдо исчисления функционального программирования не существует, но просто очень многие конструкции, с которыми мы будем иметь дело, они у нас очень похожи на конструкции лямбдо исчисления фактически являются конструкцией. Поэтому сейчас мы переходим к изучению некоторого способа описания вычислений, некоторой модели вычислений, которая зовется лямбдо исчисления. А что такое лямбдо исчисление? Это некоторая формальная система, она была придумана очень давно, то есть фактически тогда же, когда машина Тьюринга и фактически для тех же целей использовалась для формализации анализа понятия вычислимости, просто это некоторый другой подход к описанию понятия вычислений. Значит, лямбдо исчисления у нас с тех пор в общем развивалось, оно было изначально бестиповым, но довольно быстро туда приделали типы, это было в 40-х годах сделано, то есть это не те типы, которые мы в языках программирования имеем, а некоторые идеи, что все-таки можно выражением приписывать некоторые типы, это очень глубокая идея, которая и в Хаскеле у нас тоже будет присутствовать активно. Значит, лямбдо исчисления имеет бестиповую множество типизированных версий, ну и в общем с помощью него очень легко описывать многие свойства вычислительных процессов, именно для этого оно и использовалось изначально. Лямбдо исчисления на самом деле это очень простая штука, ну пока неформально так обсудим как оно устроено. Значит, есть два способа строить выражение. Есть, во-первых, применение, ну мы можем рассматривать как применение функции к некоторому аргументу, и есть некоторое понятие абстракции, то есть абстракция это способ задать функцию, то есть мы можем либо задавать функцию, либо использовать функцию применяя ее к аргументу. Значит, нотация применения очень простая, слева мы пишем функцию f. Справа мы пишем некоторый аргумент x. То есть вот никаких скобок при вызове не ставится. Это такая общая договоренность, которая в лямбда исчислений есть, она перекочевала и во многие функциональные языки, в частности в Haskell. То есть вызов функции f на каком-то аргументе, там, в Haskell, например, будет выглядеть так. Но если функция f принимает аргумент двойк, то вот это вызов функции f на аргументе двойк. Скобочек нет при применении. Что мы еще можем сказать про применение? Явного различия между аргументами и данными в лямбдах исчислений нет, то есть мы можем вполне строить конструкцию применения некоторого объекта к самому себе. То есть само применение в лямбда исчислений допустим, и мы потом увидим, что такое допущение приводит к довольно большому количеству эффектов интересных. Теперь про применение поговорили, поговорим теперь про абстракцию. Ну, пускай у нас есть некоторое выражение, возможно, зависящее от переменных. Переменные у нас, конечно, есть, но это пока просто буквки. Ну, это и всегда будут просто некоторые формальные буквки, которые есть. Вот пусть есть некоторое выражение, содержащее переменную. Возможно. Квадратные скобочки мы будем использовать так в мета языке. Говорить, что возможно, есть там переменные. Абстракция выглядит следующим образом. Мы приписываем перед выражением буквку лямбда х и точечку ставим. Фактически, что это означает? Это означает, что мы определяем некоторую функцию, зависящую от х. То есть вот это обозначение, это способ задать функцию, сказать, что аргумент у нее х, а возвращаемое значение это то, что получится при вычислении выражения м. К каждому х сопоставляется значение выражения м, вычисленное на этом самом х. Это анонимная функция, то есть мы ничего не именуем. Ну вот, например, у меня есть некоторое выражение 2 умножить на х. Это некоторое выражение, содержащее переменную х. Как я могу сказать, что это функция удвоения? То есть это пока выражение, а вот теперь я как бы сказал, что мы задали функцию, она принимает в качестве аргумента х, то есть лямбда это как бы указание на то, что это функция. Дальше идет имя аргумента, формальный параметр. И теперь мы как бы связали этот х с этим и получили некоторое замкнутое выражение в том смысле, что теперь мы сюда будем передавать вместо х какие-то значения и получать соответствующий результат. Ну, х может здесь и отсутствовать, но тогда мы получаем константную функцию. Если вот так вот сделать, лямбда х точка 2. Но какой бы х мы сюда не передавали, у нас всегда будет возвращаться значение 2. Ну вот, собственно, теперь... Ой, что-то я... А, нет, все нормально. Все нормально я делаю. Теперь давайте мы посмотрим на самое важное. Вот два способа создавать объекты у нас есть. Теперь оказывается, что они работают совместно. Вот у нас есть некоторая лямбда, которая представляет собой неименованную функцию. Она там подписана снизу буквы kf на слайде. Это некоторое выражение, которое говорит следующее. Умножь х на 2, прибавь 8. И с помощью лямбды мы организовали неименованную функцию, которая это и делает. И дальше мы эту функцию применяем к числу 17. Ну, соответственно, применение работает совершенно естественным, простым образом. Применение это подстановка. Вообще, в лямбда исчислении подстановка это самое главное. С помощью подстановки все и делается. То есть, если у нас есть применение, то мы просто должны взять вот этот вот аргумент и подставить вместо переменной х это число 17. Ну, при этом лямбда, естественно, пропадает. Все, мы использовали функцию. Функция исчезла, вместо х подставилось 17. И вот равенство, которое здесь есть, это бета-эквивалентность. Там можно иногда около равенства подписывать. Ну, вот здесь давайте применим к чему-нибудь. Ну, правило вычисления такое. Мы должны взять лямбда-терм, лямбда-выражение, которое здесь есть, подставить всюду, где у нас иксы есть стройку и получить 2 умножить на 3. Ну, все, мы работаем здесь сейчас не в чистом лямбда-исчислении, то есть умножение у нас откуда-то взялось, а не принадлежащее лямбда-исчислению. Поэтому правило для вычисления вот это, это какое-то другое правило, которое вы, конечно, все знаете. То есть это равно 6, но это уже здесь не бета подписывается, это, ну, мы запишем здесь дельта-равенство. Это равенство, мы про него поговорим сам в конце сегодняшней лекции. Вот. Ну, а общее правило, вот перед вами написано здесь правило бета-эквивалентности. Оно говорит, что если у нас есть лямбда, примененная к некоторому выражению n, вообще маленькими буквами мы будем писать настоящие переменные, а большие буквы у нас мы будем, это будут у нас мета-переменные, то есть в качестве больших букв мы будем использовать любые выражения. То есть когда мы хотим сказать любое допустимое выражение, ну, мы пишем большую букву, а маленькая буковка это настоящая переменная, которая у нас есть. Ну, а обозначение для подстановки вот такое вот. Вместо икса подставляем что-нибудь там. Ну, n-то представлено. Да, вот это называется подстановка, то есть здесь у нас, естественно, есть какое-то выражение, в котором встречаются иксы, а в результате мы должны получить что? Ну, вот, то же самое, но всякий x должен быть заменен на выражение n. Вот что такое подстановка. Это правило. Бета уже в таком, ну, немножко более абстрактном виде. Так, что-то я нажал похоже на... Кнопка? Да. Мы отметили, что функциональное программирование отсутствует состояние, отсутствуют переменные, а сейчас обсуждаем пареньки. Отсутствуют изменяемые переменные, переменные, связанные с состоянием. А вообще говоря, буковки присутствуют, конечно, но эти буковки у нас будут, если уже мы ее связываем с чем-то, то она связывается навсегда. То есть это неизменяемое состояние. Да, пожалуйста, задавайте вопросы, конечно, если что-то непонятно, или если кажется, что я где-то сам себе противоречу, спрашивайте, я поясню это. Хорошо. Ну, теперь давайте полностью формально определим, что же такое у нас лямбда исчисления. Значит, первое, как строить выражение в этом лямбда исчислении? Как строить термы? Ну, вот, начинаем мы строить термы, мы строим их индуктивно, начиная с некоторого бесконечного количества переменных. Мы их будем обозначать маленькими буквами x, y, z, ну, любая маленькая буковка. Можем индексы там приписывать. Ну, многобуквенные мы не будем строить конструкции, ну, просто потому что не очень они нужны нам. То есть, ну, мы не собираемся писать какой-то вычислитель, поэтому нам для наших рассуждений хватит конечного числа элементов. Ну, вообще говоря, подразумеваю, что это бесконечное множество. То есть нам буквок, имеется в виду, всегда хватит. Значит, любая переменная – это лямбда терм. Это первое утверждение, если x принадлежит множеству переменных, то это лямбда терм. Дальше, если у нас m и n – это какие-то выражения лямбда исчисления, то есть лямбда термы, то применение m к n – это тоже лямбда терм. То есть переменная – это лямбда терм, применение – это лямбда терм. Мы пока для того, чтобы не иметь особых проблем с тем, какая операция раньше, какая позже происходит, будем все заключать в скобочке. Потом мы поговорим, что, обсудим, что скобочки можно выкидывать. Ну и, наконец, следующий момент, третий способ строить лямбда терм. Если m это лямбда терм, а x это некоторая переменная, то мы можем терм m абстрагировать по переменной x, задав абстракцию. То есть лямбда x точка m это тоже лямбда терм. Это лямбда терм. И опять обязательно скобочки мы пишем, пока, то есть всякий раз, когда мы строим терм сложнее, чем переменная, мы заключаем в скобочке результат. Ну, иногда описывают все вот так, абстрактным синтаксисом пишут, что лямбда терм это либо переменная, либо применение лямбда терма к лямбда терму, либо абстракция лямбда терма по некоторой переменной. Ну, про соглашение, которое снизу я уже говорил. Ну, вот примеры лямбда термов. Ну, во-первых, переменная, это лямбда терм x, полноценный терм. Дальше я могу взять переменную и применить какой-то другой переменной. Это тоже будет лямбда терм, но у нас появились скобочки, потому что нам нужно. Дальше мы можем получившуюся конструкцию абстрагировать. По x получили третий лямбда терм. Итак, переменная, применение и абстракция. Вот все три действия сделали. Ну, дальше мы можем взять и получившийся результат, например, применить к y, получаем следующий лямбда терм. А дальше получившийся результат мы можем абстрагировать по y, опять получаем следующий лямбда терм. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. То есть строить мы можем сколько угодно, но вот ничего другого у нас на самом деле в чистом лямбда-исчислении нет. То есть строим, строим вот такую вот длинную конструкцию. Ну и на последнюю конструкцию уже смотреть страшно, честно говоря, потому что она содержит огромное количество скобок. Как бы так не очень читабельно. Поэтому очевидно возможно сделать какие-то договоренности по поводу приоритета и ассоциативности. И тогда часть скобочек мы сможем выкидывать. Да? Если у второй сточки у нас было бы x, z без скобок, это все равно было бы применение? Или нам для применения обязательно нужны скобки? Пока мы вообще не сказали, как скобки снимать. А в определении у нас скобки всегда есть. Поэтому мы сейчас как раз и собираемся договориться в точность, описать точные правила, какие скобочки мы можем убирать. Их много, и я как бы сейчас про них поговорю. Значит, следующее соглашение общепринятое и считается стандартными у лямбда исчисления. Ну, во-первых, можно опускать внешние скобки, это и так понятно. Это первое соображение. Второе соображение. Применение ассоциативно влево. Это означает, что если мы применяем f к x, u, получившийся результат применяем к y, получившийся результат применяем к z, то со скобками написано справа, но мы можем написать это так, как написано слева. Узвольт. Абстракция наоборот устроена. То есть мы можем, если у нас, да, здесь есть еще один момент, заключающийся в том, что, ну, лямбды как бы вправо скобочки расставляются. Но еще одна идея, что если у нас есть несколько лямбд подряд, а что это в некотором смысле означает? Мы потом это еще более подробно обсудим. Вот если у меня есть лямбда, потом опять лямбда, потом опять лямбда. Это, в общем, означает, что это функция трех переменных. Когда мы будем ее применять, то мы сначала применим к чему-то и получим, что вместо x что-то подставится, потом применим к второму вместо y что-то подставится, потом к z, вместо z что-то подставится. Ну, вот обычно три лямбды не пишут, а пишут одну лямбду и между... А дальше после лямбды те переменные, по которым мы абстрагируемся. То есть это все раскрывается вот так вот. Обозначение для лямбды. Ну и, наконец, следующая идея, она отвечает на ваш вопрос, кстати говоря. Тело абстракции простирается вправо настолько, насколько это возможно. То есть вот у нас есть значок лямбда x, точка. И дальше все, что идет за точкой, это тело лямбда абстракции. То есть ее там в скобочке заключать не надо. Считается, что лямбда абстракция простирается далеко-далеко-далеко-далеко. А где она кончается? Ну, вот так вот, лямбда x. Дальше здесь все, что здесь есть, независимо от скобочек, это тело абстракции. А для того, чтобы остановить лямбда абстракцию, нам нужно ее заключить вот так, в скобочке. И дальше тогда все, вот здесь она кончилась уже. Здесь что-то другое. То есть скобочки нам, конечно, будут нужны, но тем не менее, мы с помощью вот этих вот простых правил, мы можем примеры, которые у нас были до этого, теперь перевести на следующий язык. На язык с опусканием избыточных скобок. Ну, вот, собственно, давайте смотреть, что получается. Получается уже гораздо более читабельная вещь, но тут, правда, требуется некоторой в голове всегда производить некоторый синтаксический разбор получившейся конструкции, парсить, как говорят выражения. Ну и вот, ну, первая понятна, вторая строчка тоже понятна, как организована. В третьем мы говорим, что внешние скобки опускаются и что тело лямбда абстракции простирается вправо, насколько это возможно. А вот поскольку у нас лямбда абстракция в четвертой строчке применяется уже к у, то здесь остались скобки, которые мы опустить не можем. То есть вот получается, что вот эта вот лямбда абстракция, которая здесь есть, она применяется к у. Ну, дальше мы абстрагируем это выражение по у. То есть, ну, мы видим, что то, что справа стоит, оно, в общем, как бы гораздо более читабельное, то есть скобки здесь только необходимые присутствуют, лишних скобок мы особо не пишем. Ну, мы на практике еще потренируемся, чтобы вы самостоятельно эти правила научились использовать. А пока двигаемся дальше. Есть важное понятие, которым мы будем активно пользоваться, это понятие свободных и связанных перемен. Если у нас есть терм m, который зависит от переменной x, и в нем есть, и у нас есть абстракция по этой переменной лямбда x, то говорят, что абстракция эту переменную связывает. Ну, а те переменные, которые не связаны, они называются свободными. То есть переменные наши делятся на две части. Ну, вот если мы посмотрим на терм в примере 1, то что мы увидим? Мы увидим, что у нас есть переменная x, связанная. Смотрим в самый внутренний терм, она там присутствует, x, примененная к z. Дальше мы абстрагировались по x, и x у нас стал связанный. Дальше мы результат применили к y, и тут же y связали лямбды по y. Ну, не тут же, на следующем шаге. То есть y тоже переменная связанная. Связали мы тем, что применили? Связали мы тем, что абстрагировали по лямбду. Связывание происходит, когда мы пишем лямбду. Ну, а как это пояснить? Это можно легко пояснить на программистском языке. Вот если мы определяем какую-то функцию даже в sim, мы пишем какое-то выражение. n умножить на m. Ну, там, я не знаю, там, return. Пока у нас n и m свободные, правда? А если мы определяем теперь некоторую функцию, там, int f от int n. Ну, вот, да. И вот дело. Ну, точка запятая. Смотрите, что мы сделали. Мы здесь вот как бы сказали, что n это аргумент функции, и теперь n у нас стало связанной переменной. Она локальна для этой функции, и снаружи функции не видна. А n у нас, ну, это некоторые константы, очевидно, типа int определенная где-то снаружи. То есть она свободная в этой функции. Так, если у нас, допустим, аргумент не используется, но все равно считается связанной. Ну, допустим, у нас есть int, два аргумента, n и m, и у нас в теле функции используется только n. А где там, про что там говорить? Ну, она связанная, да. В вашем примере, вроде как в телеабстракции, абстракция по y, ну, по y, да, но в телеабстракции y не присутствует. Присутствует. Тело абстракции подстирается вправо настолько, насколько это возможно. Тело – это лямбда x точка xz, примененное к y. Да, ну, присутствует. Ну, вы правильно спрашиваете, что может и не присутствует. Ну, в общем, да, тогда она связана. Она связывается. То есть все, что… Вот это вот, ну, мы можем здесь не использовать нигде. Ну, n у нас связаны. Другое дело, что это такой крайний случай, который не особо осмыслен. Мы не смотрим на те переменные, которые в лямбдах у нас уходятся, а мы смотрим на те переменные, которые внутри находятся. Про них нам важно знать. То есть вот про n здесь, если мы видим такую функцию, мы говорим, что про n нам ничего знать не надо особо. Она здесь полностью описана, и внешний мир с ней никак не связан. А вот m – это переменная, которая очевидно глобальная. Хотя, может быть, это некоторая локальная функция или другой функция, и там это связывание происходит. Ну, то есть фактически те функции, которые… те имена аргументов функции, они связаны. А те другие идентификаторы – это свободные. А в нашем случае все, почему мы абстрагируемся, это все связано. Да, абстракция – это единственный способ связать. Поэтому, в общем, да. То есть вот у нас есть понятие, связанное перемен. Но если мы посмотрим на второй пример, мы увидим, что у нас есть на самом деле некоторые коллизии неприятные. Я вот переписываю этот пример немножко на другом языке. Посмотрите внимательно, у меня есть зеленый x, красный x и синий x. Не очень отличаются. Красный видно, да, зеленый, синий. Да ладно, синий снаружи который. Что, правда не видно? Мне видно хорошо. Ну, ладно. В общем, у нас есть x, связанный с внутренней абстракцией. Правда, смотрите, внутри смотрим, у нас есть x, примененный к z. Пока в этом выражении обе переменные свободны. Дальше мы абстрагировались по x, x связался. То есть он стал локальным для этого выражения, для этой лямбда-абстракции. А дальше мы взяли эту лямбда-абстракцию и применили опять к x. Но это другой x. Потому что тот уже связан, он локален у нас. Но мы тоже можем при такой функции вызвать такую функцию, где-то вызвать ее на каком-то значении n. В другом месте там int n равняется 5 f от n. Ну вот где-то в другом месте мы делаем это на сиклу. Понятно, что это n и это n, это разные вещи совсем. Ну вот то же самое и здесь. То есть мы взяли, связали x внутри лямбды и потом применили их к какому-то другому x. А потом результат этого применения абстрагировали опять по x. Теперь уже по красному x. Ну красный все видят, да, поэтому хорошо. А потом результат всего этого применили к синему x. Ну вот получилось, что переменная x у нас дважды связанная и свободная. А переменная z у нас такая свободная. Хотя она там внутри сидит, но она нигде не связана. Значит она свободная. Ну вот, в общем, понятия связанных, свободных переменных для нас довольно важные будут. И они вообще важны в общем смысле. связанные переменные, это переменные, про которые мы четко можем сказать, что они локальные для некоторого выражения. А свободные переменные, это те переменные, которые как бы являются параметрами этого выражения. У нас в выражениях зависит от какого-то количества переменных. Ну вот это как раз свободные переменные. Они видны снаружи и вместо них мы что-то можем подставлять. Ну, собственно, мы к этому и переходим. Ну да, да, формальное определение. Ну здесь на следующей странице у нас есть формальное определение того, что такое свободные связанные переменные. Мы определили лямбда терм индуктивно и соответственно индуктивно же даем всякие определения. То есть множество свободных переменных определяется следующим образом. Терм у нас может быть либо переменный, ну тогда у нас это переменная и представляет множество свободных переменных тривиально. Переменная сама по себе взятая свободна. Дальше, когда у нас есть аппликация, то у нас множество свободных переменных аппликаций, это множество свободных переменных левого аппликанда и множество свободных переменных правого аппликанда. Ну и наконец, когда у нас есть абстракция, то у нас наоборот множество свободных переменных становится меньше. То есть у нас есть множество свободных переменных m и мы из него исключаем x, говоря, что переменная связывается. То есть вот, собственно, такое определение связывания. Вот так определяется некоторая функция, ну, точнее говоря, некоторое правило индуктивное, как вычислить множество свободных переменных термом. Ну, мы можем этим правилом просто технически пользоваться. Берем некоторые термы, смотрим, если он абстракция, то тогда мы как бы говорим, что это множество свободных переменных m, кроме той переменной, по которой мы абстрагируемся. Ну и так далее. Смотрим теперь на m, как устроен, разбираем индуктивное наше определение до тех пор, пока не придем к, собственно, к переменным. Ну, а поскольку терм у нас именно так и строится, то в конце концов мы к переменным придем, потому что термы все у нас конечные. Бесконечных термов у нас не будет. Ну, понятно, что бесконечные термы записать как-то очень долго. У нас нет способа пока делать некоторую рекурсию, да и когда рекурсия будет, все равно термы будут конечными. В общем, процессы могут с помощью рекурсии бесконечные возникнуть, а термы конечные. Ну, а определение связанных переменных bv, bound variables, мы рассматривать не будем, оно, в общем, дополнительное, это множество связанных свободных переменных. Бог-то с ним был. Есть важное понятие комбинатора. Комбинатор – это замкнутый терм, то есть тот терм, у которого нет свободных переменных. Если все переменные связаны, то мы получили замкнутый терм. Это некоторая функция, которая уже ни от чего не зависит. То есть все ее поведение полностью определяется тем, как она описана. Ну, и есть некоторый набор стандартных комбинаторов, с которые имеют собственное имя. Вообще, лямбда исчисления – это один способ записывать вот такие вот процессы вычислений. А можно описывать то же самое на языке комбинаторов. Это очень близкое к лямбда исчислениям, так называемая комбинаторная логика наука. Мы ей заниматься не будем, но просто вот комбинаторы выражаются через лямбда вот таким вот образом. Мы рассматриваем комбинаторы как чисто синтаксическую замену. То есть вот если мы пишем какой-то комбинатор, там их, ну, я не знаю, примененный к переменной z, то что это значит? Это значит, что мы должны просто вот это определение раскрыть чисто синтаксически. То есть там, где и написать, написать лямбда x точка x, примененный к z. Ну, комбинатор и – это происходит от слова identity, то есть это комбинатор, который со своим аргументом ничего не делает. Он его принимает и тут же возвращает, как вы понимаете. Потому что помните, у нас было бета-преобразование, к которому мы сейчас перейдем еще. Ну как, что нужно сделать? Вместо x подставить z. Ну, соответственно, что мы получим? z. Ну, мы пока формально не выводили, но неформально мы знаем. Ну, вот, видите, и на z дает z. Но это верно не только для z, но и для чего угодно, чтобы мы сюда не подставили. Поэтому это называется комбинатор identity. Вот такая функция, которая возвращает то, что периодное в качестве аргумента. Дальше идут комбинаторы уже более хитрые. Комбинатор омега маленькая. Он берет x, применяет его к самому себе и после этого мы абстрагируемся по x. То есть это тоже комбинатор, потому что свободных переменных тут нет. Эта штука нам потребуется для изучения всяких свойств расходящихся вычислительных процессов. А именно нам потребуется комбинатор омега большой. Он будет обладать довольно смешными свойствами. На следующей лекции мы с ним познакомимся. То есть это комбинатор омега, примененный к самому себе. Ну, или если раскрыть омега маленькую, то вот как омега большое выглядит. Мы потом увидим, что это смешной комбинатор. Ну, могу в качестве такого упражнения попытайтесь его по бета преобразовывать. Теперь дальше два комбинатора важных. Комбинатор k, канцелятор его иногда назначать называют. Этот комбинатор представляет собой функцию двух аргументов, то есть там лямбда и x, лямбда и y, а в теле у него только один x. То есть это как бы функция двух аргументов, туда передается x и y, а возвращается первый аргумент. Второй просто выкидывается, игнорируется, нигде не используется. Это комбинатор k. Комбинатор k со звездочкой работает точно так же, но только он свой первый аргумент. Игнорирует, а возвращает свой второй аргумент. Ну и дальше еще два комбинатора таких существенных. Это комбинатор s и комбинатор b. Комбинатор b это на самом деле комбинатор, который описывает композицию двух функций f и g. Если вы поглядите на него внимательно, то вы увидите, как он устроен. Ему передаются три аргумента. Это две функции f и g, ну и некоторый x, который может быть и не функцией. Ну почему я говорю, что f и g функции? А я смотрю на тело этой лямбда-абстракции и вижу, что там у меня применение всюду сидит. То есть g применяется к x, ну значит g это функция, потому что только функция может применяться к чему-то. А дальше к результату применения g к x мы потом применяем еще f. Ну вот это оператор композиции. Как комбинатор его иногда композитор называют. Ну в хаскеле оператор композиции ровно так же и будет определен фактически. Ну и наконец комбинатор s, он несколько более хитро устроен, он очень похож на композитор. Но посмотрите, функция f это функция двух аргументов. Она применяется к x, а потом еще в качестве второго аргумента к результату применения g к x. Ну мы не занимаемся с вами построением вычислительных моделей на основе лямбда исчислений, ну таких больших. Но должен вам сказать, что комбинаторов, двух комбинаторов k и s достаточно для того, чтобы построить тюринг-полную вычислительную систему. То есть из k и s можно сконструировать, что тюринг-полный язык. Это такой базис комбинаторный. То есть все вычисления, которые можно описать на машине тюринга, можно описать на универсальной машине тюринга, можно сконструировать из k и s. Ну на самом деле есть и однокомбинаторный базис, но там... Но это некоторое отступление в сторону, мы этим заниматься не будем. Наши задачи более прикладные. Ну вот, ладно, значит вот мы построили некоторый набор комбинаторов. Теперь давайте мы обсудим некоторую идею, которая у нас уже появилась с функциями нескольких перемен. На самом деле у нас функции все, это функции одной переменной. Даже вот помните, у нас комбинатор k как был устроен? Он был устроен так, лямбда x, y, точка x. Ну на самом деле, если это расписать аккуратно, это лямбда x, точка лямбда y, точка x. То есть мы видим, что у нас функция сначала функция от x, она ожидает аргумента x. Если мы будем комбинатор k к чему-то применять, то мы применяем его к одному значению, а потом, уже после применения, у нас останется вот это вот, но вместо x получится что-то другое. Ну вот, давайте мы там применим k, я не знаю. Ну у нас чисел нет, но давайте представим, что у нас числа есть, k к пятерке, например. Что это получится? Ну вот, вместо x мы подставляем пятерку, правда? То есть это бета эквивалентно. У нас чему должны вот здесь вот подставить 5, получаем лямбда y, точка 5. То есть некоторая константная функция, которая, неважно что принимает, возвращает все к пятерку. Ну вот, если я применю k к пятерке и семерке, например, то что у меня получится? Ну, k к пятерке я уже применяю, это бета эквивалентно лямбда y, точка 5 к семерке. Мы должны что сделать? Вместо y подставить 7. Ну здесь, ну здесь y нет никакого, поэтому эта подстановка осуществляется в нуле мест. Ну, то есть, остается то же самое тело 5. То есть вот этот комбин... А? Там бета эквивалентно последний или... Бета, бета. Ну у меня все бета эквивалентно. Мне лень подписывать. Бета. Ну вот тут не бета, когда я раскрываю k. Ну здесь, понимаете, в чем дело? Мы как бы кое-какие действия пропускаем. Если уж все аккуратно расписывать, это будут некоторые длинные вещи. Ну бета-эквивалентность, да, мы про бета-эквивалентность что-то тоже поговорим. Ну вот, а теперь давайте все-таки посмотрим. У нас есть некоторое... Мы говорим, что ну вот пускай у нас есть некоторое выражение, ну пускай лямбда выражение, и мы можем написать его в таком классическом стиле, которое зависит от двух переменных, от x и y. Там есть x и y. Вот такой вот синтаксис, вот такой вот синтаксис, он у нас... Математический синтаксис обычный. То есть φ, которым содержатся x и y. Это переменные свободные. Ну остальные очевидно связаны. Может там еще какая-то свободная переменная есть, нас это не интересует. Вот давайте возьмем эту штуку и последовательно абстрагируем. Сначала по y абстрагируем, вон там вот у меня написано на слайде лямбда y, а потом абстрагируем еще по x. То есть получим вот такую конструкцию φ. Это уже комбинатор, то есть замкнутый терм, который лямбда x. Ну напишу я лямбда y, φ от x, y. Это, конечно, не запись у лямбда исчисления, но некоторая такая математическая запись. То есть вот... Теперь, что будет, если мы последовательно применим этот φ к некоторым произвольным термам x большое и y большое? Ну, как мы помним, φ к x большое и y большое примененное. Что это такое? Это φ, примененное к x, по нашему правилу расстановки скобок, примененное к y. То есть у нас алево ассоциативно применим. Ну, хорошо, φ к x примененное. Что сделает здесь? Здесь у нас пропадет лямбда, а вместо x подставится x большое. Ну, то есть у нас... А потом, когда мы применим результат к y, у меня и лямбда y тоже пропадет, а вместо y в тело подставится y большое. То есть в результате у меня получится что? Выражение φ, в котором вместо x подставлено x маленькое, x большое, а вместо y, y большое. То есть вот идея, которую здесь я хотел выразить, это идея карирования. То есть у нас интуитивно мы функцию многих переменных представляем вот в таком вот виде. Но лямбда исчисления говорит, что мы можем перейти от рассмотрения функции нескольких переменных к рассмотрению последовательного абстрагирования по переменам. То есть лямбда исчислений у нас все функции, это функции одной переменной, которые нам, правда, возвращают по ходу дела некоторую другую функцию. То есть вот здесь функцию двух переменных. Что мы с ней сделали? Мы рассматриваем функцию одной переменной, которая после подстановки возвращает нам опять функцию одной переменной. И поэтому вот эта вот функция двух переменных именно так факторизована. То есть k у нас функция двух переменных, но ей эти аргументы оскармливаются последовательно. Но вот переход от функции над парой к функции с последовательным оскармливанием аргументов называется карированием. Ну, есть и обратный переход, он по-английски называется un-carry, а по-русски перевода нет особого. Кстати, карирование оно в честь Хаскела-карри, имя его использовано для языка, а фамилия для вот этой вот процедуры. Но на самом деле это не он придумал, это придумал Шанфинкель. Но слово шанфинкелизация звучало бы слишком страшно, поэтому говорят про карирование. Так, что у нас со временем? Сейчас я хочу посмотреть. Мы будем делать маленький перерыв? Неплохо, мы подустали уже. Да, ну вот сейчас как раз момент, когда... Да, ну ладно, давай сделаем перерыв, после перерыва продолжим. Ну что, продолжим. Значит, про функции нескольких переменных поговорили. Теперь следующая довольно полезная для нас идея это переименование связанных переменных. Идея заключается в том, что имена связанных переменных, они на самом деле не важны. Мы можем взять и заменить в некотором терме, зависящем от переменной x, все вхождения переменной x на некоторую переменную y. Ну, важно, чтобы переменная y, конечно, была свежей. Мы потом подробнее поговорим. Если в m переменная y не содержит, то мы можем все вхождения x заменить на y и в лямбда-абстракции тоже заменить x на y. Вот такое переименование, оно никак не испортит нам ничего в нашем терме, потому что переменная x, где используется вообще функция? Функция используется в применении. Когда мы применяем функцию, эта переменная x заменяется на то выражение, на то выражение, которое мы применяем, которое мы подставляем. Вот это преобразование, как раз вторая строка формульная, выглядит так. То есть здесь мы в первом случае в m вместо x подставляем n, а во втором случае в m подставляем вместо y n, но имеется в виду, что, конечно, этот y это как раз переименованный x. То есть в результате, ну, давайте посмотрим, если у нас лямбда x точка x мы применяем к 5, то ясно, что мы получаем, что? 5, конечно. Но если мы переименуем здесь x следующим образом, все вхождения x здесь заменим на y и здесь заменим на y, то есть возьмем терм лямбда y точка y, применим к 5, то понятно, что ничего не изменится. Ну, и ясно, что на более сложные термы точно так же обобщается, то есть идея такая, что имя, связанные переменные, несущественно. Иногда говорят про такое вот преобразование, говорят, что эти термы альфа-эквивалентны, то есть бета-эквивалентность, мы говорили, вот здесь вводится понятие альфа-эквивалентности. Ну, ладно, эту идею мы потом еще немножко обсудим, мы формально точно введем альфа-преобразование, но вот, а сейчас мы как раз переходим к, переходим к точному формальному определению того, что же такое у нас подстановка, как точно определить а-бета-эквивалентность. Значит, подстановка, подстановка, сейчас мы занимаемся следующим, у нас есть некоторый терм m, и мы в него вместо переменной x подставляем некоторый терм m, то есть у нас есть три объекта. Терм, в который мы подставляем, терм, в который мы подставляем, и есть переменная, вместо которой мы подставляем вот этот терм n. Ну, у нас наше определение терма m, оно нас будет интересовать, оно дано индуктивно, значит, мы должны описать, как ведет себя, как ведет себя подстановка для трех случаев. Но на самом деле не для трех, а для больших, потому что у нас здесь есть еще некоторые именованные переменные, и у нас кое-где переменные встречаются в наших термах, поэтому мы должны говорить, что терм m может быть переменной той же самой или другой переменной. Ну, давайте посмотрим самое простое. Если терм m у нас является переменной, при этом переменной, которая совпадает вот с этим x. Ну, что тогда является результатом подстановки? Конечно же, вот этот вот терм n. То есть это вот самая первая срочка нашего определения. Итак, если мы в терм, состоящий из одной переменной, выполняем подстановку, вместо этой переменной подставляем терм n, то что в результате бета-преобразования должно произойти? У нас этот терм должен получиться терм n. Второй случай, когда терм m по-прежнему переменная, но другая. y. Что тогда происходит? Ну, тогда ясно, что этот терм от x на самом деле не зависит, поэтому подставлять ничего никуда не надо, и терм остается тем же самым y. То есть вот эти два случая покрывают нам один из, первый самый вариант, лямбда терм, это переменная. Ну, третий случай, он довольно прост. Мы рассматриваем случай, когда лямбда терм представляет собой аппликацию применения некоторого терма p к некоторому терму q. Ну, здесь все просто. Тогда мы берем, выполняем подстановку в p и выполняем ту же самую подстановку в q, а дальше применяем терм p после этой подстановки к терму q после этой подстановки. То есть вот как происходит подстановка в аппликацию. Здесь никаких сложностей. Что касается лямбда абстракции, то здесь, а самый сложный случай, здесь опять у нас есть два возможных варианта. Первый вариант, ну, я наоборот сделал по сравнению с первым и вторым случаем, когда у нас переменная, по которой происходит лямбда абстракция, не совпадает с той переменной, вместо которой мы делаем подстановку. То есть y и x разные. Ну, тогда понятно, что нужно сделать. Нам нужно взять внутри p, найти все вхождения x и заменить их на n. Ну, что, собственно, написано в правой части четвертого правила. Почему отдельно указано, что y не является... Вот. Это такая самая гадость, которая зовется коллизия переменных. Мы про нее поговорим чуть-чуть попозже. Попозже поговорим. Ну, и, наконец, последний случай, когда мы... у нас переменная x, вместо которой осуществляется подстановка, по ней имеется абстракция лямбда x точка p. Если мы теперь посмотрим на самое начало нашего определения, там кое-что красным цветом выделено. Подстановка осуществляется вместо свободных вхождений переменной x в m. Помните, у нас был пример, когда переменная x одновременно была и связанная, и свободная внутри терма. Вот такое может быть, такое может произойти у нас в процессе вычислений. И только свободные переменные играют роль. То есть у нас, если x где-то там связан, то это не тот x, вместо которого надо подставлять. Подстановка осуществляется только вместо свободных вхождений. Но здесь, в этом последнем случае, мы обнаруживаем, что в терме p не может быть свободное вхождение x. То есть не fp-то они могут, но вот эта внешняя лямбда, она связывает все эти x, которые fp могут оказаться свободными. Соответственно, нет такого места, где есть свободные x. Поэтому терм остается неизменным. с подстановкой ничего не делает, потому что там нет свободных вхождения x. Понятна эта идея, да? Ну, мы можем рассматривать эту подстановку, как, ну, я не знаю, некоторый рефакторинг, например. То есть у нас, ну, решили мы переименовать некоторую функцию. Ну, я не знаю, там вот синус поменять на синус, на косинус, например. Вот, просматриваем наш весь файл. Ну, если мы видим некоторые синусы свободные, то мы их заменяем. Но если у нас есть функция, вот почему-то вот так вот организована, и в ее теле имя переменной зовется синус, типа in, и в ее теле этот синус там складывается с двойкой, ну, и еще там что-то есть. Ну, это я на c пишу, так, после условного mc. То понятно, что вместо этого синуса нам никакой, заменять ничего не надо. Чем будет плохо, если мы вдруг заменим? Тут заменим синус, там заменим синус, переменная останется весь, все равно одно и то же. Ну, это не та идея, которую мы хотим сделать. Здесь-то мы заменяем, да, как некоторую, фактически мы говорим, что строчку на строчку заменяем. А здесь мы заменяем на некоторое выражение, которое, в принципе, может иметь некоторый тип. Вот синус – это функция, правильно? И вот здесь вот как-то, вот если мы здесь заменим, ну, я не знаю, не синус на косинус, я как… Ну, в общем, чего-нибудь. В общем, здесь может… могут возникнуть некоторые неприятности, связанные с тем, что то, что мы подставляем, имеет смысл… не имеет смысла в этом контексте. то есть здесь мы просто подставляем, ну, а если здесь некоторое выражение будет, то есть не синус на косинус заменяем, ну, я не знаю, а там… просто даже если эта функция у нас есть… Ну, да, заменяем на какое-то выражение, да, там на косинус квадрат. Ну, вот можем заменить, можем, ну, как функцию… композицию косинуса, там, я не знаю, с логарифмом. Вот так вот. Вот здесь уже не пойдет, потому что просто здесь нужен идентификатор обязательно, а не выражение какое-то. Ну, вот, да, значит, ответил на вопрос. Ну, давайте на примерчик посмотрим. Примерчик как раз тот, про который я говорил, для меня х присутствует трижды, но только самое последнее, синее вхождение, свободное. И поэтому, когда мы подставляем вместо х некоторое выражение n в этот лямбда-терм, мы должны найти свободное вхождение, единственное, синее, и заменить на n. А все остальные х, они связаны, и, соответственно, замене не подлежат. Увезли этот пример. Хорошо, вот теперь та проблема, которую я говорил, там, и сказали, почему там написано, что y, должен не входить в свободные перемены. Давайте посмотрим вот на этот терм, который порождает неприятность. У меня есть терм лямбда y, x, y, вот такой вот. И я хочу в этот терм сделать подстановку. Подстановку вместо x, и у меня Обратите внимание, что здесь у меня x свободная переменная, и y, это тоже некоторый терм. В этом терме он состоится за одной переменой. У меня есть свободная переменная y. Что произойдет, если я просто формально сделаю подстановку? У меня получится вот такой терм лямбда y, y, примененное к y. Это на самом деле не то, что мы хотели сделать. Дело в том, что вот этот вот y, он у меня свободный. То есть это некоторый терм, ну если он содержит свободные переменные, я хочу, чтобы этот терм остался свободным. То есть вот это все выражение, вот это вот, на самом деле содержит две свободных переменных. x вот здесь вот, ну и еще вот здесь тоже свободный y. А здесь вот этот вот y, он у меня попал под действие вот этого вот связывающей лямбды. И он, поскольку y и y различить тяжело, хотя это разные y, он захватился. Это называется захват переменных. То есть получившееся выражение не то, что, чего бы я хотел. Ведь помните, что я могу, имена связанных переменных не важны. И я могу вот так вот написать, лямбда y штрих, точка x, y штрих. Ну и сделай альфа преобразование. Это честное альфа преобразование, как мы с вами говорили, да? То есть этот терм должны вести себя одинаково. Но если я выполню вот здесь вот подстановку, соответствующую вместо x, y, я получу некоторую другую конструкцию. Лямбда y штрих, точка y, y штрих. Этот и этот терм, это два разных терма. Это замкнутый терм, который мы, кстати, называли омега маленькая, если вы помните. А этот терм не замкнутый, это не комбинатор. Это терм, который содержит свободную переменную y. Ясно, что второе правильно, а первое неправильно. Именно поэтому, если мы вернемся к предыдущему слайду, мы увидим, что в четвертом правиле у меня есть некоторое дополнительное требование. Что та переменная y, которая у нас связывается в нашем терме, в которой осуществляется подстановка, она не должна быть свободной в терме, который подставляется, в терме n. Вот здесь это правило нарушается. Ну, в некотором смысле здесь есть плохая ситуация. А что делать, если y входит в свободные переменные? Ну, и на другом слайде уже у нас описано, что нужно делать на самом деле. Мы можем воспользоваться альфа-преобразованием, мы говорим, что это эквивалентные термы, и добиться того, чтобы у нас все переменные, которые у нас свободны в подставляемом терме, не совпадали со связанными переменными в лямбде, вот с этой лямбдой. И есть соглашение, которое обычно все всегда следуют, когда просто пишут лямбда термы, ну, для таких, как для представительских целей описывают. Имена связанных и свободных переменных всегда выбираются так, чтобы они были различными. То есть у нас есть свободные переменные в терме. Они для нас, они для нас таковы, что мы их трогать не можем. Это некоторый интерфейс внешний с миром. Свободные переменные для нас недоступны. В том смысле, что кто-то может, если у нас есть терм со свободными переменными, это значит, что некоторый внешний мир знает, что они переменные Y. А вот связанные переменные, они полностью в нашем хозяйстве, они определены и доступны только внутри соответствующей лямбда абстракции, поэтому можем их безопасно переименовать. То есть вот, значит, правило переименовываем связанные переменные. Свободные трогать не имеем права. Ну вот, если мы этому соглашению следуем, соглашению Берендректа, то у нас вообще проблема не возникает. Ну как не возникает? На самом деле при вычислениях такая проблема может возникать. Так, давайте этот слайд пропустим, он для нас не очень важен. У меня времени уже нет особо. Значит, теперь давайте дадим полное определение того, что такое у нас бета-преобразование, потому что пока мы обсудили только подстановку. Значит, основная схема аксиом, связанных с лямбда-исчислениями, выглядит так. Мы это уже видели, и она как бы вот сейчас, мы, конечно, официально даем понятие бета-преобразования. Значит, если у нас есть, наш терм имеет вид лямбда-икс-точка-м, примененный к n-у, то есть некоторая лямбда, примененная к чему-то, то тогда мы можем написать эквивалент, бета-эквивалентное ему выражение, мы можем взять терм m и вместо x выполнить подстановку соответствующую. Для нас ничего нового тут нет, мы уже этим пользовались неоднократно. Сейчас мы просто вводим вот это вот некоторое такое вычислительное действие. Мы пока пишем, что это два эквивалентных терма, и у нас возникают сразу же классы эквивалентности термов. То есть мы можем выполнять, выполнять, выполнять преобразования. Но для того, чтобы выполнять преобразования, нам еще нужны некоторые свойства этого равенства. Давайте мы его зададим. Часть свойств, они совершенно тривиальны, поскольку мы хотим, чтобы было отношение эквивалентности, мы требуем, чтобы оно было рефлексивным, симметричным и транзитивным. Это первые три требования. То есть мы просто говорим, что наше отношение равенства, которое мы задаем, вот обладает такими свойствами. А вот дальше, а дальше уже некоторые специфические правила, связанные с нашими операциями. У нас какие операции есть? Аппликация и абстракция. Вот с аппликацией у нас следующие правила возникают. Если мы говорим, что два терма М и М штрих равны, то из этого следует, что терм М, примененный к какому-то произвольному терму З, равен М штрих, примененный к терму З. Что вообще это за зверь? Для чего это нужно? Тут как-то вроде... Это нужно нам для некоторых формальных вещей. Вот посмотрите, у меня есть, например, вот такая штука, там, лямбда, икс, игрек, ну, я не знаю, игрек, икс, хорошо, икс. Это у нас комбинатор К. Ну, мы его к чему можем применить? К двум аргументам, как вы помните, правда? Ну, там, применим его, скажем, к пятерке и к семерке. Мы это делали уже. Теперь посмотрим на то, как у нас написано бета-преобразование. Что значит бета-преобразование? Оно говорит нам вот ровно следующее. Если наш терм имеет такой вид, лямбда к чему-то применена. Я гляжу на наш терм. Имеет он такой вид? Нет. Он не такой вид имеет. Какая-то конструкция, которая не является лямбдой, примененная к чему-то. Не такой вид. Не такой вид. Ну, вот. А вот это правило говорит не. Можно выполнять преобразование и в подтерме, в левом апплеканде. Вот по этому правилу я говорю. Хорошо. Могу я... Вот я не могу напрямую на основе того определения, которое сверху, написать бета-равенство. Я сейчас хочу остановиться, сказать немножко. Это не некоторые математические абстракции. Если мы захотим учить наш вычислитель делать вычисления соответствующие, то наш вычислитель, который мы научили только вот так вот, делать, он на этом остановится и скажет, я ничего не умею. Наш вычислитель должен еще вот это правило знать. То есть, если правило выглядит вот так вот, m, примененное к z, равняется m, примененное к z, где z некоторые термы, произвольные, а m и m штрих, как бы равные друг другу термы, то вот это равенство верное. То есть, вот наш вычислитель говорит, ага, вот есть это правило, и вот про это я могу сказать, что это бета-эквивалентно чему? Ну, лямбда, y.5. Правильно? По основному правилу. Ну, раз это бета-эквивалентно, а здесь у меня есть аппликация двух бета-эквивалентных вещей к друг другу, то по этому вот правилу я могу, то есть, если я, скажем, вот это правило назову, там, какое оно у нас, там, раз, два, три, четыре, пятое правило, то вот это бета-пятое правило, а вот это бета-первое правило. Раз здесь бета-первое, то здесь можно применить бета-пятое правило и получить чего? Это 5, конечно, да, чего я пишу? 5. 5, конечно. То есть, вот это правило говорит, что мы можем выполнять вот это вот самое главное бета-правило в левом аппликанде аппликации. Ну, теперь понятно, шестое правило что нам говорит? Что мы и в правом аппликанде можем выполнять это самое преобразование. И седьмое правило что нам говорит? Оно имеет специальное название Zeta. Что мы можем внутри лямбда-абстракции выполнять соответствующее преобразование. то есть вот как бы после того как мы вычислителю объяснили как в разных случаях действия мы потом будем говорить не про эквивалентность а про редукции на следующей лекции. Вот там вот мы как бы уже подробно это обсуждать не будем но это будут некоторые правила которым в общем мы научаем наш вычислитель и наш вычислитель дальше по соответствующим правилам выполняет всякие вычисления. ну вот собственно вот так мы определяем нашу эквивалентность и теперь мы можем уже строить некоторые длинные цепочки эквивалентности совершенно аккуратно и совершенно однозначно однозначным образом заданно. Ну есть еще пара преобразований про альфа мы уже говорили значит в альфа преобразовании однако нужны некоторые дополнительные слова сказать. Вот посмотрите теперь мы можем альфа преобразование записать на языке подстановки. Мы говорим что лямбда x точка m терм может эквивалентен альфа эквивалентен. Следующему терму лямбда y точка а в терме m все вхождения x заменяем на вхождение y ну это собственно то о чем мы говорили когда так на пальцах объясняли теперь мы как в качестве формального правила это формулирую а единственное что здесь тоже должна быть стандартная оговорка связанная с коллизиями что это за оговорка y не должен быть свободен в m потому что если y свободен в m то мы получим неприятность с которой мы уже сталкивались альфа преобразования всегда можно сделать почему потому что y мы выбираем совершенно произвольно в любом терме конечное число переменных правда поэтому поскольку у нас переменных бесконечное число мы всегда можем найти некоторую свежую переменную fresh по-английски то есть просто просматриваем все переменные которые используются берем следующую переменную и выполняем альфа преобразование с этой свежей переменной вот это предположение которое снизу написано оно верно есть еще так называемое это преобразование если m у нас терм не содержит x свободно это как раз предположение которое внизу написано то тогда мы можем заменить вот такую конструкцию лямбда x точка m примененной к x напрямую на m эти два терма работают совершенно одинаково ну действительно ну давайте сейчас поговорю у меня там слайд отдельно для этого есть лямбда x m x если мы применим это к какому-то терму n что мы получим? m n а если мы m применим к n что мы получим? ну то же самое m n поэтому эти два терма действительно в бета преобразованиях ведут себя совершенно одинаково ну вот отсюда такое правило это преобразование но оно как бы ниоткуда не следует это просто вот в общем некоторое такое интересное свойство наблюдаемое которое мы можем вводить и тогда у нас как бы наши отношения эквивалентности становятся богаче ну иногда пишут там бета это эквивалентность для некоторых теоретических случаев это важно там некоторые свойства там для бета выполняются а для бета это уже не выполняются ну это такие довольно тонкие свойства которые мы особо говорить не будем в общем в обычном лямбда исчислении это как бы просто расширяет разумным образом класс эквивалентных термов ну вот теперь некоторый примерчик который просто как бы чтобы тренироваться немножко поработать у нас было соглашение Берендректа и я сказал что в общем его стоит выполнять но вопрос такой а почему вообще тогда не договориться брать связанные переменные из одной кучи а свободные из другой кучи тогда коллизий никаких не будет ну на самом деле нет потому что в процессе вычисления у нас связанные свободные переменные могут немножко пересекаться и вот здесь такой самый простой пожалуй пример который приводит к приводит к неприятности и без альфа преобразования не обойтись ну давайте посмотрим у нас был терм омега это лямбда икс икс примененный икс замкнутый терм комбинатор есть комбинатор который зовется единица мы сегодня на практике поймем почему он зовется единица это вот такой вот терм лямбда икс ну две функции двух переменных и первая переменная применяется к вторым икс ну вроде все переменные разные кстати говоря давайте применим терм омега к терму единичка и посмотрим что получится ну во первых распишем омега единичка первое равенство это простая текстовая подстановка ну вот получим чего получим как раз аппликацию которая содержит ой давайте я вообще на следующий лекций термин вводил но вот давайте я сейчас введу его значит вот такая конструкция когда у меня лямбда икс м применяется к н вот такая конструкция носит название редекс то есть это то выражение в котором мы непосредственно можем воспользоваться бета преобразования вот здесь мы видим сразу редекс слева у меня лямбда стоит справа у меня стоит некоторый терм ну хорошо давайте выполним подстановку что у меня происходит ну лямбда икс должно пропасть и вместо икса я должен подставить тот терм который стоит справа правый аппликант ну я ровно это и сделал у меня выражение икс примененный к икс я заменяю оба икса на этот самый правый аппликант то есть вот на эту единицу я получаю единицу примененная к единице То есть лямбда yz, yz, примененная к лямбда yz, yz. Ну хорошо, у меня была лямбда, одна снялась, но у меня опять возникло некоторое выражение, которое опять представляет собой редекс. То есть я напрямую могу выполнить здесь опять бета-преобразование. Ну какое? Теперь вместо y я должен подставлять что? Ну вот тот терм, который стоит справа. Окей, подставляю, лямбда y пропадает, остается лямбда z, а в теле у меня что стоит? В теле моей функции y, примененной к z. Ну хорошо, я вместо y подставляю правый аппликант, а z у меня остается. То есть вот третья строчка, как раз вместо y подставлен аппликант, z остается. Все отслеживают, что происходит, да? Хорошо, была лазерная указка, но у меня здесь нет. Хотите? Ну уж ладно. Я есть. Потом, ну давайте, если работает, то... Так, куда жать? На самую. На самую. Ага. Вот. Ну теперь, теперь... Простите. Еще раз. Второй, в третьей вместо y мы поставляем то, что... Мы вместо... Посмотрите, лямбда вместо y у нас пропадает, потому что мы выполняем бета-преобразование, остается лямбда z. Дальше тело у нас y, z. Правда? Вместо y мы должны подставить то, к чему применяется. То есть все вот это вот выражение. Вот я здесь вместо y подставил все вот это выражение. z остался z, ну и лямбда по z осталась. Все, отследили, да? Значит, что произошло? Хорошо. Можем мы здесь еще что-то сделать? Вроде все выражение не представляет собой редекса больше, но у меня внутри, в теле лямбды, редекс есть. Вот он. Ой, посмотрите, что произошло. В этом редексе, который у меня оказался в теле лямбды, у меня возникла коллизия. Переменная, которая здесь связана, лямбды, а вот здесь вот свободная z. То есть вот какая неприятность. Не можем мы только на соглашение Баррендрект, что есть одна куча переменных, есть другая куча переменных, работать. Вроде изначально мы все переменные вообще по-разному назвали. А потом в процессе вычисления у нас, ну из-за чего? Из-за самоприменения, конечно. x к x у применилось, и получается, что применяется терм к терму. То есть вот эти два терма мы их написали одинаковые. Если бы мы здесь все переменные переименовали, то все хорошо. Но переименовывать каждый раз все переменные, это не очень хорошо. И вот здесь мы как бы просто аккуратно переименовываем переменную z нужным образом в z штрих. И теперь коллизии у нас нет. Ну связанную переменную можно переименовывать. Ну дальше что происходит? Дальше происходит последнее сокращение вот здесь вот, которое осталось вместо y, и я подставляю z. Что у меня получается? Лямбда z, вот эта вот внешняя осталась, вот она. Дальше вот этот вместо этого y, и y пропадает, потому что мы вот эту лямбду сейчас, вот этот редокс сокращаем. Вместо y подставила z, то есть тело z, z штрих у нас. Ну и вот эта лямбда z, вот она z штрих, вот у нас осталась z штрих. Вот осталась такая конструкция лямбда z, z штрих, точка z, z штрих. Ну теперь связанные переменные мы можем переименовывать. Давайте переименуем z в y сначала, а потом переименуем z штрих обратно в z. Ну можно бы этого было и не делать, то есть понятно, что этот терм на самом деле то же самое, что терм единицы. Но я просто обратно все переименовал, чтобы было понятно, что происходит. Здесь, кстати, равенство – это два альфа-преобразования последовательных. То есть это неаккуратно написанное равенство, то есть в смысле вычислитель должен здесь делать два шага. Ну и наконец мы получили единицу. То есть мы, ну, в общем, доказали некоторое… Все, а этого раза редоксов нет, его никуда дальше сокращать невозможно. Вычисления закончились. Вот мы видим, что как бы у нас возникает некоторый направленный процесс, то есть делая бета-преобразование, мы что-то делаем, 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 и в конце концов получаем результат, где уже ничего сделать нельзя. Но вот это как раз и есть суть. Нектое лямбда-исчисление, вот про направленное преобразование мы поговорим на следующей лекции. И к чему они нас приводят. Здесь мы говорим, что терм омега-единица равен единице. Вот мы это доказали. Это был просто пример, чтобы вы потренировались, посмотреть, как происходит вычисление в лямбда-исчислении. На практике вы сами будете заниматься соответствующими вещами. Есть, ну, это теперь такое отступление просто, чтобы вы понимали, что есть разные способы записывать в том числе лямбда. Это нам для дела не понадобится. Есть способ по-другому маркировать лямбда-термы. Так называемые индексы Дебрауна. Вместо того, чтобы присваивать имена связанных переменных, мы можем их нумеровать. Точнее говоря, индексировать. Причем нумеровать по некоторому такому не очень явному правилу. Мы вместо переменной пишем некоторый индекс, который указывает на следующее. Сколько лямб назад эта переменная связана. То есть вот здесь, посмотрите, вот такой вот терм у нас есть. Давайте посмотрим на x. Мы говорим, что x связан раз лямбда, два лямбда. Две лямбды назад x связывается. Значит, пишем двоечку. Около лямбды вообще никакого индекса не пишем. Лямбда просто маркирует, что что-то. А на эту лямбду будут... То есть лямбда это некоторый маркер внутри термы. А цифры указывают нам на переменную, которая связана сколько-то шагов назад. Вот здесь стоит единичка, и y связан в ближайшей лямбде у нас. Ну, в общем, проанализировав, легко понять, что это действительно однозначная запись, что одно по-другому восстанавливается. Правда, здесь мы говорим исключительно про связанные переменные. Свободные переменные. Там немножко есть своя наука, в которую я вдаваться не буду. Ну, то есть, в общем, как с ними действовать. Ну, вот второй пример тоже самое иллюстрирует. Зачем нужен такой способ записи? Он неудобен, читать его довольно тяжело. Более того, при преобразованиях у нас всякие пересчеты должны происходить, потому что у нас терм меняется, поэтому как бы имя переменной, ну, точнее говоря, индекс переменной тоже может поменяться. Причем они там массово меняются при бета-преобразованиях. Поэтому с точки зрения такой вот человекочитабельности это представление хуже. Но чем оно лучше? Тем, что там коллизий захвата переменных нету вот здесь. То есть никаких проблем не возникает с переименованием связанных. Это тоже можно показать, доказать. Я этим заниматься не буду. Поэтому иногда, когда вот реализуют какое-то лямбдоисчисление, многие делают просто на основе индекса Дебрейна. А визуальное представление потом восстанавливают. То есть на основе индекса Дебрейна с компьютерной точки зрения, с точки зрения писанины меньше и меньше проблем с обработкой специальной случаи коллизии, придумыванием, как переименовать переменную. Но читать индексы Дебрейна тяжелее, чем обычные лямбды. Обычные лямбды не очень просто читать так без должной подготовки, а индексы Дебрейна еще тяжелее. Ну вот это, в общем, так, для общеобразования. Да, ну вот следующее, что нас интересует, это чуть-чуть подробнее поговорить про это преобразование. Мы уже про него здесь на доске поговорили, что такое преобразование. Для чего оно нужно? Оно обеспечивает лямбдыисчислений принцип, называемый принцип экстенциональности. Две функции называются экстенционально-эквивалентны, если мы, если они на одном и том же входе дают один и тот же результат. Причем это верно для всех возможных входов. То есть вот есть функция f и g. Если мы знаем, что f и g на всех возможных входов дают один и тот же результат, мы, в принципе, можем написать, что эти функции равны. Но в каком смысле они равны? У нас равенство всегда имеет какую-то природу. То есть мы должны явно сказать, по какому правилу они равны, если мы хотим учить вычислитель преобразовывать по этим правилам или что-то там доказывать про эквивалентность функций. Вот здесь вот это такое математическое утверждение, которое, однако, можно превратить в утверждение на языке лямбда исчисления. Значит, как обеспечить нам принцип экстенциональности? Очень хорошо. Если мы знаем, что верно вот это вот утверждение, для любого икса, мы можем взять свежую переменную y, то есть ту, которая не входит ни в свободные переменные f, ни в свободные переменные g, и применить f и g к ним. То есть вот... Хорошо, применили. Дальше мы можем абстрагироваться по переменной y. Можем? Можем. Это у нас есть такое правило. Если эти равны, то там четвертое, последнее правило, которое я специально назвал... Ну, не я назвал, а оно называется. Это правило. То есть если это равно, то и это равно. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну и, наконец, последнее, что мы можем сделать. Мы можем воспользоваться как раз вот этим вот это правилом. Если у нас верно вот такое вот равенство, то по правилу это мы можем заключить, что f равняется g. То есть вот две функции равны друг другу. Равенство функции это... Прошу прощения, я обычно выключаю звук. Ну вот в хаскеле мы увидим, что у нас можно избавиться от аргументов функции. Вот f равняется g, мы с этого стартуем. А можем перейти к вот такой вот записи. Это так называемый бесточечный стиль записи. На самом деле он как раз основан на это преобразование. То есть в хаскеле это преобразование в определении функции допускается. Ну мы потом поговорим в свое время про бесточечный стиль, когда дойдем до хаскеля. А пока просто вот, значит, мы обсудили, каким образом работает эта конверсия. Так, у меня уже столько приборов в руках. Так, давайте посмотрим на время. Ну вот, время у нас закончилось. Ну на самом деле последняя тема, она такая, можете сами на нее поглядеть. Она для нас не особо важная. Поэтому да, давайте поставим в нашем лекционном курсе точку сегодня. Ну у меня слайды чуть-чуть пошире, чем то, чем мы проходим. Для нашего курса это не очень важная часть. Вопросы? Ну да, я понимаю, что я вас нагрузил некоторым набором абстракций. Это некоторая вычислительная модель у нас получилась в результате. Мы ее, в общем, формально описали, аккуратно. Теперь нам нужно научиться эту вычислительную модель применять. То есть теперь мы, вот как бы описав лямбда-исчисление, мы на практике сделаем из этого лямбда-исчисления полноценный язык программирования. Вроде пока у нас ничего нету здесь, кроме вообще каких-то конструкций. Но мы будем рассматривать эти конструкции как некоторый ассемблер и соберем из него постепенно некоторый вполне полноценный язычок, на котором можно будет работать и выражать фактически все. Да, Тьюринг полная штука, поэтому как бы можно будет выразить все. Но это мы сделаем после перерыва. Продолжение следует... Ну что, настала пора понапрягать немножко глаза. Но, в общем, в качестве разминки мы какие-то подстановки поделаем. То есть вот у нас есть некоторые термы. Ну, точнее говоря, у меня один и тот же терм, чтобы вы к нему привыкли, полюбили его, прочувствовали, как он устроен. И в него предлагается сделать целый ряд подстановок. То есть это четыре задачки. Чтобы сделать подстановку, что мы должны сделать? Первое. Мы, конечно, должны разобраться, вместо чего мы подставляем. Нам нужно выбрать свободные переменные. И второе, что нам нужно сделать? Нам нужно подумать, имеем ли мы право сделать подстановку. Или мы должны выполнить по ходу дела какое-то переименование. Ну, здесь поначалу будут без переименований, подскажу вам, конечно. А потом с переименованиями. Ну, вот давайте первое попытаемся вместе сделать. Значит, что мы видим здесь? Мы видим, что подставляется у нас подстановка вместо икса. Подставляется некоторый терм. Хорошо, подставляется вместо икса некоторый терм. Смотрим на переменную икс в нашем исходном терме, в котором мы выполняем подстановку. Ну, мы видим, что переменная икс нигде не связывается, то есть лямбда и икс нет. Значит, это переменная свободная. Значит, мы выполняем подстановку вместо всех иксов, соответствующую. Ну, возникает, естественно, правда, один вопрос. Вопрос про коллизии. Помните, когда у нас коллизия возникала? Давайте мы это выпишем отдельно, правило. Значит, если терм у нас имеет вид лямбда икс точка п, и мы вместо икса подставляем некоторый ку, ну, я уж не помню, какие буковки были, но, значит, что это такое? У нас остается лямбда по игреку и внутри п мы выполняем подстановку, то есть, ну, вот я здесь так скобочки напишу, внутри п мы выполняем подстановку, вместо икса подставляем ку. Скобочку забыл. Но было некоторое ограничение. Какое? Помните, чтобы коллизий не возникал? Игрек не принадлежит множеству свободных переменных в ку. Что наоборот? Ну, игрек. Принадлежит? Свободен в ку. Нет. Если игрек свободен в ку, то возникает коллизия. А, все-таки нет. Нет. Если игрек свободен в ку, то вот здесь вот он был свободный у нас, и вообще вся вот эта штука, у нее был параметр игрек. Внешний Мил же знал про игрек, вот здесь вот при представлении ку. Ну, на самом деле, откуда это возникает? Лямбда и игрек умножить на п, откуда эта подстановка берется? Ну, просто мы вычисляем, сокращаем вот такой редекс, правда? Правда? Ну, вот по бета-правилу это вот такое вот как раз и есть. Но это значит, что игрек в ку у нас свободен. И вообще во всем этом выражении тоже есть свободный игрек. То есть внешний мир знает про игрек, который здесь. А тут, как бы, если мы будем выполнять подстановку по этому правилу, у нас игрек попадет под эту лямбду и окажется связанным. Вот. Здесь такая проблема есть. теперь возвращаемся к нашему первому заданию. А с W? Что? Ну, хорошо. С W, что с W? Или она свободна и везде, поэтому W не связана. У нас нет лямбда W. Все хорошо. Все хорошо, значит. Ну, дальше просто вот... Дальше, на самом деле, операция это Ctrl-C, Ctrl-V. Просто после того, как мы сделали, мы просто берем и всюду, где видим x, пишем вот этот вот терм. Скобочки надо будет заключать? Да, его вообще стоит заключить в скобки, а потом подумать, можно снять получившиеся скобки или нет. Там, где нужно будет в x в скобках? Да, в сходном выражении? То есть, давайте выполним подстановку, потому что со скобочками это вторая проблема, которую я у вас хотел, конечно. А получается, значит, изначально мы просто лямбда x точка W x, то есть вот это вместо первого икса я выполняю соответствующую подстановку. Дальше чего? Это все должно быть применено к чему? И Y, но нужно здесь скобки ставить или нет вокруг этого всего? То есть, я могу изначально поставить эти скобки, применить к Y, применить к чему-то там еще, к некоторым скобкам. Правда? Теперь эти скобки не нужны. Почему? Потому что применение ассоциативно влево. Такое у нас правило. Поэтому здесь скобки можно не писать. Ну, дальше мы должны внутри все сделать. Что там внутри дальше получается? Давайте будем писать. Лямбда Z Y, Z, дальше что у нас? И x, это тот самый свободный x, вместо которого мы должны подставить вот эту конструкцию. Опять здесь скобки намечаю. W, lambda X, точка W, X, и здесь скобочки намечаю. Ну и все там. Дальше чего у нас? А, еще там x есть. Ну, я наиздевался над вами. W, ну, здесь я пока, окей, здесь опять скобочки намечу, вместо x, W, lambda X, точка W, скобочки завершились. И что там? Скобочку еще закрыть надо. Y. Хух, скобочку закрыть. Так, ну что, давайте вот здесь посмотрим. Нужны здесь скобки? Да, нужны. У нас применение ассоциативно влево, а здесь у нас мы как бы переключаемся. все скобки. То есть эти скобки нужны. Эти скобки тоже нужны. Ну вот, в общем, как устроено применение? Z применялся к чему-то. А здесь у меня с самого, с самой наружи все оказалось, поэтому вот там скобочки не нужны. Ну вот, в общем, научились делать это. Ну, теперь вторая, вторая задачка. Давайте со скобками мы уже не будем разбираться, то есть это, это как бы отдельная история. Просто обсудим с теперь чем отличается эта задача от предыдущей. Подстановка у нас происходит вместо Y. Какой у нас Y есть? Все видят, да? Что это правильное утверждение. Все видят, что в нашем терме, в котором мы подставляем, есть Y свободный, есть Y связанный. Подставляем вместо свободного Y. Все, а свободный Y у нас только один. О, у меня есть указочка. Вот он. А вот этот Y, он есть, но он связан вот с этой лямбдой. То есть этот Y нас просто не интересует. Мы подставляем вместо единственного свободного Y. И что получается? X дальше, W, лямбда, X, W и X и все. Скобки, которые намечены точечками, там окажутся вместо Y. Нужны или нет? Нужны. Скобки нужны. Окей. Третья задачка. Третья задачка. Мы ничего не делаем. А, третья самая простая. Третья самая простая, потому что нету свободного вхождения переменной Z. Мы делаем подстановку вместо Z, но все вхождения Z у нас связаны. Ну и, наконец, четвертая задачка. Там, чем она отличается от первой? Там Y присутствует. То есть там сверху был W, а здесь Y есть. То есть в этом термии у нас есть свободный Y. Поэтому, да, подстановку выполнить невозможно. И какая наша задача? Наша задача переименовать что? Связанный Y. Связанный Y, совершенно точно. То есть вот этот Y переименовать в Y штрих, и, соответственно, в теле этой абстракции все Y переименовать в Y штрих. После этого выполнить подстановку. Вот здесь вместо X, это место, где у нас как бы коллизия могла бы возникнуть. Потому что у нас вот здесь выражение, содержащее свободный Y, залезет внутрь абстракции по Y. Нам нужно этого избежать с помощью переименования. Ну все, дальше техническая подстановка, мы ее обсуждать не будем. Ну что, понятно немножко, как с подстановками работать? Хорошо, понятно, понятно. значит, давайте теперь поучимся работать со скобками, со скобками. Задание, видите, следующее. Убрать лишние скобки и при возможности выполнить бета-преобразование. то есть нужно поискать редекс, если редекс нашелся, то выполнить, если нет, то нет. я сам тут не вижу. Ну что, много лишних скобок? Парочка это открывающая и закрывающая? Две парочки. Две парочки. Да, серьезно, есть две парочки? Я вот внешние могу убрать, а, ну да, вот еще лям-лям-лям-лям-лям-лям-лям, Ну, в общем, да, то есть можно написать вот так вот, лямбда z, внешние скобки совсем упускаются, это как мы договорились, они есть, лямбда z, и дальше вот здесь тело абстракции, его можно z, y, z, эти скобки нельзя убирать, правильно? Дальше лямбда абстракция завершилась, применяется она к чему? К z, и применяется она к z. Вот эти скобки можно убрать? Нет, нельзя, потому что они не первые, то есть вот эта вот штука применяется к этому, если бы они были первые, если бы вот так вот все выглядело, то здесь можно было бы убрать скобки, а здесь нельзя, то есть это выражение применяется к двум аргументам. Ну, теперь хорошо. Есть здесь редекса? Ну, в общем, да, то есть вот это применяется к этому, то есть эта функция применяется к этому аргументу. Ну, что мы должны сделать? Есть здесь коллизии какие-нибудь или нет? Ну, нет, как ладно. Вот я стер правила. Значит, еще раз напоминаю, как у нас коллизия, откуда она возникает? Если у нас лямбда х п, ну да, осуществляется подстановка вместо у, то, ну понятно, что это лямбда х точка п вместо у, но какое ограничение? Игрек. 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 ну что у нас такая ситуация такая у нас переменная у нас z свободная в воду сейчас нет даже свободно это свободно Продолжение следует... Продолжение следует... У нас лямбда z, z, y, z. Дальше что происходит? В этот терм мы должны сделать какую? Нет, не так. Вот так вот. А потом все это применять к застану. Согласны? Согласны. Вот. Как бы здесь идея такая, что надо не путаться. Надо сначала написать подстановку, а потом искать коллизии. А мы сначала начали искать коллизии, а потом, как бы вдруг помнили, коллизия возникает только тогда, когда у нас подстановка появилась. А здесь коллизии нет, потому что никаких лямб нет. То есть эта лямбда, она снимается без всяких разговоров. То есть вот... На самом деле вот это откуда происходит в наших... Подстановки-то откуда у нас берутся? Лямбда y, лямбда x, p, примененная q. Правда? Вот откуда подстановка берется. А дальше уже мы делаем подстановку в некоторую другую лямбду. А здесь мы раньше времени начали искать коллизии. Здесь никаких коллизий нет, потому что лямбда нет. Ну, все. Значит, мы аккуратно делаем подстановку. Чего получается? Хотя здесь, конечно, в общем, некоторая рекурсивная подстановка в каком-то смысле. Но она не рекурсивная, потому что подстановка выполняется однократно, и все. Это однократная замена. То есть она не вызывается до тех пор, пока все z не пропадут. Ну и получается, чего у нас? Значит, всюду, где я вижу z, я должен написать zx. Здесь скобки нужны или нет? Нет, zx. Дальше здесь y, а здесь скобки нужны? Нет. Да. zx. И все это примененное к z. Нужны скобки вот эти? Да. Вот эти? Не, не нужны. z. А. Ну вот. Ну ладно. На самом деле, руками писать лямбда термы, конечно, это некоторое такое. Этому надо научиться понять, как это делать. Но длинные лямбда термы, мы с ними в общем работать не будем. Мы потом поймем, что в общем на самом деле... Вот помните, мы комбинаторы определили, да? То есть это вот некоторый удобный способ заменить длинные лямбды термы на что-то другое. То есть большие лямбды мы на самом деле в жизни использовать особо не будем. Мы как бы научимся с ними работать, а потом будем работать на языке комбинаторов. Ну хорошо, ладно. Давайте побежали дальше. Теперь мы уже переходим к... К... Собственно, к заявленной нашей цели. Практики. Мы хотим построить язык из всего этого. Ну... Что значит язык построить? Нам, очевидно, нужно какие-то конструкции сделать. Ну самое простое, это булево вещь всякие сделать. Давайте определим вот такие два комбинатора. Они там написаны. Значит, истина. Синий вроде у меня нормальный был. Истина. Такой комбинатор у нас на лекции был и назывался как? К. И ложь. Ага. Он назывался как со звездочкой. Вот эти комбинаторы. Мы теперь их обзовем вот так вот. True и false. Ну, нам как-то надо закодировать что-то. Да, вот предлагается закодировать истину таким вот образом, а ложь вот таким вот образом. Теперь дальше нам, очевидно, ну, это просто с небес берется и говорит, вот давайте так будем ходировать. Ну, во-первых, мы понимаем, что это два разных комбинатора. Правда, доказывать неравенство мы еще не умеем. То есть мы можем доказывать равенство комбинаторов, а вот доказать неравенство – это совсем другая история. А вдруг есть какая-то цепочка бета-преобразования, я возьму этот комбинатор, что-то там как бы поусложняю, поусложняю бета-эквивалентность, потом поупрощаю, упрощаю, получаю этот комбинатор. Не, ну, вы как бы придете все равно к двум разным термам. Ну, взяли, применили к чему-то этому. Ну, получили два разных термам. А почему они не равны? Почему нет цепочки бета-преобразований, которые от одного придут к другому? Пока мы не знаем ответа на этот вопрос. Мы умеем доказывать, что термы равны, а то, что не равны, нет у нас науки такой. Ну, вдруг есть такая цепочка. Вот я как бы попреобразовываю, попреобразовываю, что-то поусложняю, поусложняю. У меня же бета-эквивалентность в одну сторону – это упрощение. Но если мы в другую сторону применяем… Вот, помните, я доказывал, что омега-единица равняется единице. Ну, хорошо, я от единицы могу перейти омега-единица, а дальше доказать, что это еще чему-то равняется. А дальше получить, что это равняется чему-то совсем другому. Нет, пока не умеем, не умеем пока. И это как бы тема нашей следующей лекции – научиться неравенство образовывать. Хорошо. Ну, вот как бы предполагается, что все-таки это разные термы, потому что истинная ложь все-таки хотелось бы, чтобы были разные. Ну, теперь нам нужно, очевидно, для истинной ложь, мы научились конструировать их, теперь как их использовать? Ну, очевидно, с истинной ложью у нас есть конструкция, которая зовется… Ну, есть разные конструкции. С чего начнем? Ну, начнем с конструкции if. Ну, точнее говоря, с выражения if. Что это такое там? Ну, вот, if – это функция, которая принимает три аргумента. Первый – это булев, то есть либо истинна, либо ложь. Да? А дальше что? И два других аргумента. Если истина возвращается, первый аргумент. Если ложь возвращается, второй аргумент. То есть if должна работать так. If true – AB. Где AB – произвольные термы. Что должно возвращать? А. То есть вот должно такое равенство выполняться. If false – да, я. AB. А, что должно возвращаться? C. Ну, вот это как бы такой элиминатор логического значения, булевого значения. Ну, он как бы любое, на самом деле, разумное использование булевых значений можно выразить через этот элиминатор. Ну, как бы говорится, что вот такой лямбда-терм представляет собой… представляет собой как раз вот это вот условное выражение. Ну, как это проверить? Прямая подстановка, конечно. Ну, давайте. If true – AB, где AB – произвольные термы. Ничего уже не пишет. Что нам нужно? Нам нужно… Во-первых, у нас все комбинаторы, которые мы определяем, а это все комбинаторы, как вы видите, у них нет свободных переменных, они все замкнутые. Все комбинаторы, мы должны расписать их определение. Ну, кстати, не обязательно расписывать, можно расписывать только часть определения. То есть понятно, что мы можем расписать все, но для нас интереснее как бы расписывать только часть. Ну, как и if устроен. Ну, устроен так. Лямбда-B. Видно что-нибудь? x, y, точка, b, x, y. Ну, что здесь? True, A и B. Ну, хорошо. Теперь мы должны выполнить подстановку. Смотрите, здесь функция трех переменных, примененная к трем аргументам. Ну, первое, что делается? Мы должны сначала вот этот редекс сократить. Как он будет сокращен? У нас b пропадет, останется функция двух переменных, правда? Ну, давайте я напишу для первого раза. Лямбда x, y, точкой в тело мы должны подставить вместо b. True. То есть получается true x, y. И все это примененное к A, B. Ну, теперь вместо x, а что произойдет? Подставится. А вместо y? B. Ну, вот да, давайте дальше мы уже, как бы немножко почувствовав, как устроена лямбда, могли бы сразу сделать. Ну, здесь функция трех аргументов, примененная к трем аргументам. Значит, всюду, где видим b, должны подставить первый аргумент. Всюду, где видим x, должны подставить второй аргумент. Всюду, где видим y, поставить третье. В итоге что получится? True. А, B. Ну, вот, а теперь мы вспоминаем, что такое true. Это что же лямбда терм? Мы его как бы не раскрывали, ну, могли бы его тащить всюду здесь запнутый. Но сейчас пришла пора вспомнить, что... Да почему же я это пишу? Я трехбуквенным обозначил. Ну, можно было бы четырехбуквенным. Но true это что такое? Это комбинатор k, как вы помните. Да, он устроен каким образом у нас? Он принимает два аргумента, второй отбрасывает, а первый возвращает. Ну, второй отбрасывает, а первый возвращает. Ура! Это как раз то свойство, которое должно выполняться на true. Теперь осталось проверить второе свойство. Что на false должен возвращаться второй аргумент. Ну, мы можем просто глядя сюда, ничего не писать и сказать. Если здесь будет false вместо true, то все шаги вот до этого будут те же самые. Только вместо true что у нас будет написано? False. Ну, а дальше false это комбинатор k со звездочкой, который что делает? Возвращает свой второй аргумент, то есть b. Ну, значит, все работает, все правильно. Значит, такой if, независимо от того, как a и b устроены, он нам будет, что, вести себя как условное выражение. Значит, вот так условное выражение кодируется. Хорошо. Ну, давайте посмотрим, как нот устроен. Нот устроен, туда передается булев. Ну, давайте я писать здесь буду. Что там? Нот устроен так. Так, это лямбда b точка b false true. Ну, во-первых, мы видим, что нот это функция одного аргумента. Правда, булева? Ну, как бы, да, он здесь и ждется. Я как раз букву b использую, чтобы указать, что это булев аргумент. Ну, легко понять, что, что нужно проверить. Что нот true, это false должно быть. Ну, давайте проверим, что это так. Здесь вместо нота раскрываем и делаем подстановку. Вместо b что подставляется? True. Ну, то есть получается true, false, true. Ну, true у нас устроен, как комбинатор count. Что делает? Возвращает свой первый аргумент, а второй отбрасывает. То есть возвращается. False. Ну, понятно, что если мы поменяем здесь true на false, то получится false. Значит, нот устроен правильно. Давайте сами проверим, что end правильно работает. Как проверить, что end правильно? Ну, во-первых, end вот там написан. Правда? Значит, у endа какие свойства? End. True. True. Должен чего давать? True. А на остальных аргументах? False. Ну, там нужно 4 варианта проверить. Ну, может, что-то и полегче будет. Да, ну, у меня для буквы B одна. Да. Нет. Имя связанной переменной неважно. Поэтому мы как бы используем такое имя. Мы договорились одну буковку использовать. Ну, просто чтобы отличать переменные от некоторых комбинаторов многобуквенных. Ну, для наших целей хватит. Но, как бы... Да. Уборный вопрос. То есть, мы определяем эти выражения таким образом, что на заданных нами будет, ну, понятно. Да, да, да. В значениях они имеют какой-то смысл. Да. А на остальных выражениях мы не знаем. Ну, остальных выражениях, да. То есть, в принципе, да, мы могли бы ввести типы, и типы мы введем. Типы, и они будут немножко контролировать нам. Все. Но пока мы типов не вводим, поэтому мы... Вообще, как вы видите, мы можем чего угодно, к чему угодно применять. У нас есть некоторый вычислительный процесс, который, к нашему счастью, пока завершается довольно быстро. Вот мы делаем это самое бета-преобразование. И, как бы, приходим к какому-то результату. Ну, вот вопрос. Всегда ли мы придем к какому-то результату? Это все мы на следующей лекции обсудим. Пока мы, как бы, просто учимся совсем-таки, в общем. У нас ничего, кроме лямб, нет, поэтому мы должны из этого собирать. Это такой ассемблер совсем. Апликация, абстракция, переменные. Ну, кто сделает and, пожалуйста, подумайте, как or можно закодировать. Что and я вам дал, просто так вот написано. Ну, вы там поиграете, сейчас проверьте. Это несложно. А как or закодировать, это надо уже немножко подумать. Вот, играя с and, вы прочувствуете, как все устроено. И, соответственно... Нет, ну, может, конечно, более высокоуровнево все сделать. Да, но я предлагаю все-таки попытаться выразить как бы максимально компактно с точки зрения с лямбдой. Тут, конечно, кто знает логику, он может немножко. Да. Ну, как-то нет, ну, давайте вы самостоятельно там, если вы все проверили, можете показать мне, я как бы тогда скажу да, нет. А так, что? Ну, то есть, у or тоже есть набор правил. То есть, or на false, false должен давать false, а в остальных случаях true. Проверьте, как ваш терм работает. Если хорошо, то хорошо. То есть, я могу подойти, наверное, к вам. Ну, или вы давайте. Сейчас, секунду, секунду, одну секунду, я хочу понять... Да, да, я, 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 я понял. Если бы, во первых, работала как false, то есть, как true, мы выбрасывали сразу true, но второе не проверялись. Если бы, во вторых, мы смотрим второе, и, соответственно, отрабатывали второе, которое пришло. А если это на вторых, может быть, это false, это true, выбрасываем true, если бы false, это false, это false, выбрасываем true? Ну, вроде разумно, да. По-моему, так. Что, вы уже... А, она сама вас не проверяет все? Или это, а, это просто txt, txt, хорошо. Сейчас я, как бы, or... Сейчас. Если мы true, то у меня получается true, true. true, true, w, и это, когда мы раскрываем, то возвращают true. То есть, хорошо, а если у нас false, то тогда у нас... Сейчас, секунду, если у нас false, первый аргумент or, это x, то у нас получается true, не понимаю. А, да, даже. Нет, чуть-чуть, чуть-чуть. Вот так? Да. 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 Так, что у нас там дальше? Ну, вот кто сделал там или... Вот у нас оператор не... Если мы его распишем, он имеет какую-то длину. Ну, там количество используемых символов, например. Ну, просто количество символов можно посчитать, которое там есть. Вот оператор нод можно написать еще короче, чем здесь. Ну, потому что если я раскрою false и true, у меня получится там некоторая лямбда. А можно нод написать еще короче. Попробуйте реализовать такую версию. О, у нас уже время к концу подходит, да? Да. Уже подошло, фактически. Ну, окей, тогда чего? Я не могу уж здесь задерживать вас и всех остальных. Значит, все остальное к домашнему заданию приклеивается. То есть присылайте мне, начиная вот с более короткой версии оператора. Не оператор или... Ну, дальше давайте я буквально коротко пробегусь по тому, что у нас дальше. Дальше мы определяем тип пары. Ну, понятно, что такое пара или не очень понятно. Это некоторое хранилище, которое хранит два значения. Ну, пара А, Б, Т. Ну, пара чисел 5, 7, например. Почему там три переменных? Что такое? Ну, не знаю, почему в, скажем, в, 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 в булевом значении две переменных. У нас ничего, кроме функции, нету, поэтому мы как бы... Ну, вот, в общем, это такая штука, она работает как пара. Что такое пара? Это вот конструктор, вот конструируем пару так. Например, P, там, которая хранит два значения 5 и 7. У нас, правда, чисел нет, но бог с ним. Мы конструируем так, она будет лямбда F, F, 5, 7. Значит, что такое пара? Пару мы можем сконструировать, точно так же, как с булевым значением. У нас есть конструктор и есть элиминатор. Как нам от пары избавиться? Есть две основных функции. F, S, T, P и S, D. Функция F, S, T возвращает нам первый элемент пары. Функция S, D, S, D, S, D, возвращает нам второй элемент пары. Вот реализация этих самых элиминаторов для пары. Вот они. Это проекции просто. Ну, в математическом языке говоря. Ну, вот, здесь написано, как проекции определяются и как их можно реализовать. А дальше самое интересное. Конечно, до чего мы не дошли, потому что мы увлеклись изучением лямбда исчисления. Ну, да. Есть возможность закодировать лямбда исчисления числа. И кодируются они вот следующим образом. Опять же, как булевое значение с двумя аргументами. И, смотрите, передается два значения S и Z. То есть 0 это то же самое, что K. Единица и false, кстати говоря. Единица, она у нас уже встречалась. Чем отличается 0 от единицы? Там к Z ничего не применено, здесь S1 к Z применено. Ну, если вы логику изучали, есть там такое кодирование чисел. Есть Z, есть SZ это единица, SZ это двойка, ну и так далее. Чем больше раз мы S применяем, тем больше число. Вот этот способ кодирования чисел. Такая унарная система исчисления. А над числами мы можем... Ой-ой-ой-ой. Над числами что мы можем задать? При этом тут мы тоже ничего не... Тоже надеемся, что это все получились разные термы. Да, мы докажем в следующий раз, что они разные. Введем понятие нормальной формы, и тогда все сразу станет ясно. Надеемся, что разные, да. Ну, они вроде разные, как бы чуть-чуть что-то. Но если редуцировать нельзя, и они в точности не одинаковые, то разные. Пока в это верим. Ну, есть функция проверки на 0, есть функция следующего числа, то есть прибавления единицы. Есть функция сложения. Есть функция умножения, есть функция возведения в степень. Сложение умножения написано здесь, вам нужно только проверить. Ну, кто владеет формальной методикой, можно доказать, что для произвольных m и n это верно, с помощью вот некоторых там определений, которые даны чуть повыше. Ну и да, вот умножение и всякие задачки на умножение. Ну, давайте посмотрим, как вы будете решать, если в следующий раз на практике обсудим эти задачки. Но постарайтесь их написать. Можно вопрос? Да. То есть на каком момент надо записать? И там все написано? Фу, ничего не написано. Ну, наверное, поскольку мы будем обсуждать на следующем занятии, то прислать мне надо к началу следующего занятия, потому что бессмысленно, если я напишу реализацию. Спасибо.